Жители села Маянга пребывают в небольшом шоке. Их отремонтированный ФАП выглядит как после разгрома. 9 марта сюда должны переехать медики, которые сейчас ютятся в местном доме культуры, где через три дня начинается ремонт. Да, в принципе, вот в ДК вот такая же система. Вот они работают, а у них потолок вот такой, эти все попадали в плитки. Старая штукатурка, еще такая у них там. Фельдшерский пункт и не готов к переезду медработников, хотя по смете здесь все работы проведены. Вот только проблема в том, что в перечень входили далеко не все проблемные места. Усилили фундамент, сделали крышу. Видите, крыша не течет. И полы, вот видите, полы здесь полностью сделали. Отопление же входило в контракт? Отопление тоже сделано. А вот на ремонт внутренних помещений денег не было. Поэтому и остались медицинские кабинеты в ужасном состоянии. Облупленные стены в плесени, дыры в потолке, старые двери и сантехника. При этом косметический ремонт здесь был не так давно, в 2016 году. Тогда же отремонтировали систему отопления и подлатали кровлю. По ней подрядчиком была фирма «Алькор». Но крыша потекла, не простояв и двух лет. А вместе с ней начались проблемы и с отделкой. Было холодно. Из-за того, что было отопление неправильно сделано, и мне кажется, штука только вся ползала. На прошлом году трубы здесь, по-моему, лопнули. Лопнул фундамент. И здание стало играть. Соответственно, крыша тоже просела. И в итоге последние три года здание разрушалось. На проблему даже обратил внимание депутат Госдумы Николай Панков. Он обратился в региональный Минздрав с просьбой выделить средства на ремонт. Тем более на тот момент смета уже была готова. Около 7 миллионов рублей. Но, как это бывает, объем реально выделенных средств оказался вдвое меньше. Всего 3 миллиона 700 тысяч рублей. Которых хватило лишь на часть работ. А здание ФАПа в итоге остается непригодным для работы медиков. Даже перед ремонтом можно было зайти нормально. А сейчас невозможно. Это что? Все заляпано, все везде заляпано. Это непонятно. Подрядчиком по ремонту выступила фирма «Фрактал», которая отнеслась к задаче спустя рукава. Рабочие не убрали за собой строительный мусор, ни внутри помещения, ни возле здания. Покололи плитку на стенах и заляпали покрытие бетоном. При этом знали, что косметического ремонта не предвидится. А значит, медикам придется работать вот в таких условиях. Трубу отопления не закрыли. И в итоге в стене большая дыра. Может, уже прокладывали в холодное время и заделать ее чисто вот ждали. Но бетон же заливали на снег. Не на снег заливали, еще снега не было. Я просто работала в магазине, стояла там и видела машину. Две машины подгоняли и также заливали. Говорят, снег. Ну, возьмем лопатки немножко, сгребем и все. Местные жители переживают, что теперь им придется ездить к врачам в город. ФАП непригоден для использования, а ДК закрывается. Вероятно, фельдшер и зубной врач переедут в школу. Но как на это соседство посмотрят родители и учеников? Кстати, по документам, фельдшерский пункт сдан еще 24 декабря. Работы оплачены и приняты. При этом 27 декабря стороны решили расторгнуть договор на сумму 61 тысячи рублей, поскольку подрядчик что-то не смог выполнить. Субтитры создавал DimaTorzok